МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также лучшие финансовые сборы и главные премьеры недели. Об этом и многом другом уже сейчас. В мире большого кино. От Гремели, Берлинали и Оскар. Особо отличившимся в 2013 году актерам раздали золотые малины. И на очереди у нас вручение наград MTV Movie Awards. Но речь не об этом. Магистр Ордена Джедаев Йода анонсировал главное событие года для фанатов Звездных войн. Очередной тур ежегодного соревнования за любовь зрителей This is Madness, где граждане США выбирают самого лучшего персонажа сериалов, фильмов и мультфильмов. Так, в прошлом году, одолев финальной схватке Дарта Вейдера, магистр получил приз симпатий 60% аудитории. Ударная артель под управой Петра Джексона Уэта Диджитал решила поделиться подробностями создания спецэффектов и анимации для Хоббит 2 Пустошь Смауга. Отметим, в этот раз критики обошли мастеров Оскаром за лучшую графику, хотя картина получила утешительный приз за хвостатого дракона Смауга. Дела с кассовыми сборами тоже идут неважно. В отличие от первой части запланированной трилогии, которая утащила из карманов зрителей миллиард, Пустоши удалось взять отметку лишь в 937 миллионов долларов. А вот у Киану Ривза, что не новая премьера фильма с ним в главной роли, то новая проблема. Компания «The Weinstein» отменила выход фантастического фильма «Пассажиры», назначенный на 3 апреля 2015 года. Причины не названы, но совсем недавно хлопнула дверью исполнительница главной женской роли Рэйчел МакАдамс. Сюжет отправлял нас в далекое будущее, где на борту космического корабля, летящего к новой Земле, раньше срока, выходит из креогенного сна персонаж Киану. Дабы жить стало лучше и веселее, он пробуждает ото сна одну из пассажирок. «The Weinstein» приобрела права на показ картины в Северной Америке в 2013 году, а съемки планировали начать в 2014 в Германии. Сейчас создатели ищут нового дистрибьютора. И к новостям кастинга. Английская актриса и фотомодель Сиэнна Миллер присоединилась к актерскому составу новой драмы Клинта Иствуда «Американский снайпер». Пару ей составит Брэдли Купер, исполнитель главной роли. Кино основано на биографии «Американ снайпер», рассказывающей о чемпионе Родео, который впоследствии, став морским котиком, ликвидировал в горячих точках 150 боевиков. Снайпера застрелил на родине один из сослуживцев. Обладательницу «Оскара» за 12 лет рабства Люпита Неонга позвали сыграть главную роль в седьмом эпизоде «Звездных войн». Режиссер картины Джей Джей Абрамс встретился с Люпито и обсудил как условия контракта, так и детали сюжета. Премьера фильма состоится в декабре 2015 года. Гай Пирс присоединился к Джонни Деппу в криминальной драме «Чёрная месса», рассказывающей о боссе ирландской мафии Джеймсе Уайти Балджере. Австралийский актер сыграет одного из братьев главного героя. За постановку отвечает Скотт Купер, а съемки стартуют в мае 2014 года. Вуди Харрельсон решил на время завязать с настоящим детективом, но не отказался от жанра боевиков, отправившись на площадку фильма «Код 999». Режиссер Джон Хиллкоуд снимает боевик о продажных копах на содержании русской мафии. Преступники потребовали от служивых совершить дерзкое ограбление банка. Пока одна часть полицейских выносит золото, другая должна убить новобранца и, послав в эфир «Код 999», отвлечь на себя внимание. В ролях Кейси Аффлек, Аарон Пол, Кейт Уинслетт, Чивител Эджиофор и другие. В мире сериалов Просили больше новостей об «Игре престолов»? Их есть у нас! А точнее, у создателей очков виртуальной реальности Oculus Rift. Тройка ведущих актеров популярного сериала, основанного на культовой саге «Песни льда и пламени», прибыла к разработчикам, дабы самолично попасть в заэкранную реальность, создаваемого ими шоу. В ходе теста лицидеи поделились подробностями личной жизни. Так, Мэйси занимается дизайном вайнов, коротких видео, которые затем продают через интернет. Ходор в реальности весьма популярный диджей с тем же именем, а актер, играющий Теона Грейджуя, по словам Бриэны, читает рэп на валерийском и английском. Мы незаслуженно обделяем вниманием сериалы и фильмы, основанные на малоизвестных комиксах. Исправляемся! В начале года телеканал CW прикупил права на экранизацию онгоинга «Айзумби» от Криса Роберсона и Майкла Оллреда. Это такая Вероника Марс и древние одновременно. К слову, оба сценариста проекта как раз и работали над Вероникой. Оригинальная серия комиксов рассказывает о барышне Гвендолин Прайс, вернувшейся после смерти на Землю и подрабатывающей в морге. Там Гвендолин кушает мозги покойников и в качестве бонуса получает их воспоминания, часто связанные с убийствами. Дабы отомстить за невинно убиенных, Гвендолин сливает информацию охотнику за нечистью. В шоу все то же самое, только хахаль героини – бравый детектив. Кстати, роль главной героини исполнит актриса из «Милых костей» Роуз Мак-Айвер. Малькольму Гудвину из «Королей побега» досталась роль детектива полиции. А подругой нашей очаровательной зомби станет Александра Кросни, замеченная в дневниках вампира и «Однажды в сказке». Первая серия в сентябре 2014 года. Много новостей об одном из лучших сериалов этого года «Настоящий детектив» не бывает. Критики пророчат шоу победу в номинации «Лучший американский сериал современности». Джимми Киммал, популярный ведущий американского телеканала, приоткрыл завесу тайны над вторым сезоном. Шоураннер Ник Пиццолатто задумал перенести действия в городок Остин, а речь пойдет о двух суровых напарницах, плохих парнях и транспортной системе США, которая как-то связана с оккультизмом. В любом случае, стоит, как и в первом сезоне, ждать от Ника нового раскрытия актуальных проблем современного американского общества под видом детективной драмы. К слову, автор романа «Галвастон Энновел», где рассказывается о печально известном городке в штате Техас, весьма серьезно критикует как американские власти, так и общество в целом. Восьмой сезон «Игры престолов» могут и не снять. Речь подчеркнем не о четвертом сезоне, первая серия которого появится 6 апреля. С ним, как и с тремя последующими, точно все будет нормально. А вот с восьмым — проблема. И виной всему автор саги «Песни льда и пламени» Джордж Мартин и его размеренный подход к работе над седьмым томом. Если Мартин не допишет новую книгу к седьмому сезону шоу, то продюсерам придется закрыть лавочку. Они приступили к съемкам первого сезона, имея на руках синопсис, основанный на четырех работах Мэтра. В апреле выходит, как уже говорилось, четвертый сезон, повествующий о событиях второй половины третьей книги, то есть в сухом остатке, выпущенный в 2011 году пятый роман «Танец с драконами». Сейчас автор работает над «Ветрами зимы» и просит киношников дождаться конкретных деталей. В процессе доработки и в финальной рукописи может не оказаться в живых как многих героев, так и сюжетных линий. «Ветры зимы» должны появиться в продаже не раньше 2015 года. Гадаем, уж не сглазили ли мы режиссера перезапуска приключений «Человека-паука». Всего пару выпусков назад рапортовали, что Марк Уэбб готов бодро работать над продолжениями франшизы еще долгое время. Так сам постановщик не раз и не два рассказывал, что думает снять не только третью и четвертую часть «Паучка», но также заняться работой над сольными картинами о «Зловещей семерке». А тут, с интервалом в месяц, исполнитель главной роли Эндрю Гарфилд, а также сам Марк, сообщают, что нет у них планов на серию после выхода третьего фильма. Помните замечательный ход конем, когда Warner Bros. и DC перенесли дату выхода «Бэтмен против Супермена» аккуратно премьеру нового фильма от конкурентов из Marvel? Если нет, то напоминаем, что 6 мая 2016 года студия Marvel должна была выпустить фильм о знаменующей третью фазу экспансии вселенной комиксов на большие экраны. И судя по заявлениям директора студии Кевина Фейджи, отказываться от выхода на арену со столь сильным конкурентом издательство не намерено. Фанаты были уверены, что нас ждет экранизация серии комиксов о Докторе Стрэнджи, для которой сейчас срочно ищут режиссёры. Но, согласно Кевину, в мае появится третья картина о бравом Янке со щитом. Зря, что ли, исполнитель главной роли Крис Эванс продлил контракт еще на три фильма с участием своего героя. Правда, сам Эванс порядком подустал защищать мир во всем мире и демократию в частности. В одном интервью актер признался, что вот сыграет еще в трех картинах и на продолжительное время вообще завяжет с кинематографом. Мол, нужно вовремя отойти в сторону и глянуть на свои последние фильмы с другого ракурса. Но продюсеры и актеры, видно, имели на этот счет свое мнение. Продолжают поступать новости, касающиеся экранизации серии комиксов о Докторе Стрэнджи. Картина должна открыть третью фазу вселенной издательства Marvel на больших экранах, и студия усиленно ищет постановщика. За минувший месяц бородатый список известных имен сократился до трех кандидатов. Среди них Джонатан Левин, известный общественности по работе над теплом наших тел, режиссер «Храбрый сердцем» Марк Эндрюс, а также Скотт Дерриксон, в недавнем прошлом выпустивший ужастик «Синистер». Как нам кажется, Скотту самое место во главе Дока Стрэнджа, ведь речь пойдет о великом маге и борце с демонами. Дата выхода фильма пока не оглашена, но наши западные коллеги пророчат появление картины либо в мае 2016 года, либо летом 2017. Бокс-офис Перед тем, как отправиться в кинотеатры, заглянем в кошелек кинокомпаний. Need for Speed после недели первенства в кинотеатрах США благополучно съехал на третье место в рейтингах просмотров. Картине удалось собрать 17,8 миллиона долларов, но зрительский интерес падает день ото дня. К слову, потеснить с пьедестала народный фильм «Форсаж» так и не удалось. Даже «Токийский дрифт», самый слабый фильм франшизы, за это же время взял планку в 24 миллиона. Критики уверены, что жажда скорости вряд ли сможет наскрести 50 миллионов долларов за весь период проката. На второе место с криком «Тут вам Спарта!» вскочил 300 спартанцев «Расцвет империи», собравший в американском прокате 19,1 миллиона долларов и пополнивший мировые сборы на сумму в 78,3 миллиона. Первое место взял мульт студии DreamWorks «Приключения мистера Пибоди и Шермана». Правда, надо оговориться, новая работа известного коллектива хоть и вытрясла из кошельков граждан 21,2 миллиона долларов, но еще не окупилась и вряд ли окупится. На создание потратили 145 миллионов. Другая мультипликационная работа, недавно взявшая «Оскар», «Холодное сердце», продолжает оставаться в десятке лидеров даже после 17 недель в прокате. Четвертое место удерживает «Воздушный маршал» от режиссера «Жаоми Сэрре». Фильм быстро теряет аудиторию, заработал чуть больше 10,6 миллиона долларов и, скорее всего, в целом соберет не больше 90 миллионов. Что посмотреть на этой неделе? Не теряйте надежду, продолжайте верить. Американская мечта уже близко. Вот она. Это моя сестра. Ее придется депортировать. Магда, я тебя вытащу. От подсчета наличности к фильмам на экранах. Наши барышни наверняка соскучились по настоящим мелодрамам, и исправить ситуацию спешит обладатель «Серебряного льва» Джеймс Грей с фильмом «Роковая страсть». Правда, в весомом послужном списке режиссера значатся и криминальные драмы, как, например, «Маленькая Одесса». Но какая же любовная история без щепотки нуара? Итак, Джеймс расскажет историю двух полячек, прибывших на ПМЖ в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Дело происходит в 1921 году. Но к эмигрантам второй и последующих волн американцы и тогда относились примерно так же, как и сейчас, а именно как к прислуге. Одна из девушек больна, и ее старшая сестра начинает подрабатывать проституткой у сутенера Бруно. Эва влюбляется в брата Бруно, иллюзиониста Орландо. И понеслось. Накал страстей с густой примесью морковного сока гарантируем. Да, говорят, как встретишь Новый год. Весна, пора любви. И от кино мы переходим к страстям в мультфильмах. Рио 2 отправит попугая-голубчика, его жену и детей к родителям благоверной в Рио-де-Жанейро. Но если бы дорогая ограничилась только пляжами да достопримечательностями, нет, она тянет кишу к теще на блины в джунгли Амазонки. Ной, что он поведал? Мир погибнет. Под занавес рекомендуем заглянуть на воистину эпический фильм режиссера Даррена Ароновски «Ной». И хотя Даррен достаточно вольно истолковал очень непростую жизнь одной из важнейших ветхозаветных личностей, вышла картина не о конце света, которого с таким упоением ждут голливудские продюсеры, а о начале новой жизни. Размышления о человечестве, семье, детях, своем месте в мире и месте мира в тебе прилагаются. Рекомендуем к просмотру. А у нас все. Смотрите «Хорошее кино» и до скорых встреч! «Хорошее кино» и до скорых встреч!